Шалом дорогие друзья, шалом хаверин, мы на канале Рэба Илья Укосар и сегодня мы поговорим с вами на очень такую тему, которая с одной стороны будет развенчивать этот мифа Троебожью и доказательную базу его, а с другой стороны мы выясним, как был создан человек, потому что те, кто изобрел Троицу, они же подкрепили ее таким фактом, для них немаловажным, что человек создан по образу и подобию Божию, и он тоже триедин и имеет дух, душу и тело вроде как бы, вот так они понимают. Ну и это заблуждение, которое по большому счету противоречит Слову Божьему и мы сегодня это увидим и выясним с вами. Ну а для начала, друзья, благодарю всех, кто проявляет активность на канале, кто подписывается, кто ставит лайки, кто комментирует, хотя таких людей не очень много, но им спасибо. Ну спасибо тем, кто постоянно, ну в постоянстве это делает, тем, кто не делает, ну скажу честно, я вас не понимаю, просто вот не понимаю и все. Дальше я не буду ничего говорить, вы все сами знаете. Также, кто хочет подписаться и распространять свет Трои, потому что все, что мы здесь изучаем, мы изучаем в свете Трои и в этом же свете мы, ну, на этом канале это все и разбираем. И кто хочет способствовать развитию канала, подписывайтесь, друзья, делитесь в соцсетях теми видео, которые вам понравились и которые вы считаете важными для того, чтобы не только мы с вами прозревали, ну и чтобы прозревали люди, которых очень долго обманывали и, ну, обманывали Валаам и его ученики. Записал там видео, ну, не предыдущее, а перед этим, оно так и называлось, «Осторожно, блуд», и смотрю, или Валаам и его современные последователи. Ну, и смотрю, что это видео не сильно, ну, как бы, цепляет. Почему? Потому что лишний раз убеждаюсь, что такие вещи, они, ну, не всем подходят. Блуд – это одно из самых таких жестоких и серьезных, серьезных похотей, с которыми человеку очень тяжело бороться. И люди не хотят об этом знать правды, потому что, ну, те, кто блудят, они же, ну, и среди верующих таких немало людей. А начинается все с духовных блудов, когда на субботу говорят «воскресенье», на воскресенье – субботу, ну, в общем, вот такое, когда путают праздники Господни с праздниками человеческими. И вот такие люди, это же блуд от Господа, такие люди, естественно, что в большинстве своем, и они и в физических различных блудах участвуют. Поэтому для них это, ну, неудобно, вразумительные, конечно, такие уроки, и они стараются их обходить, ну, стороной. Но те, кто понимают, о чем речь, а речь идет о современных лжеучителях, которые развращают народ и вводят его в погибель. Широким пространным путем идут тысячи, многие люди видели видение, как по этому пути идут люди одураченные, околпаченные, ну, за такой головой набитой разными елицами. И, ну, естественно, что вот наше учение, оно разбивает их, причем мы основываемся на слове Божьем. Они же выдумывают разные химеры, измерения, подмерения, там, и все прочее, и с этого, ну, дурачит людям голову для того, чтобы потом ограбить их. Так действует враг, он приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Ну, и вот он действует по этой схеме. Ну, кто понимает, о чем речь, делитесь в соцсетях, потому что людям важно это слышать. И я думаю, что, ну, это важно. Ну, сегодня мы будем говорить, и многие видео, ну, до этого я отнес бы к разряду не таких важных, как вот этот блуд. Почему? Потому что, ну, сейчас просто поражено общество этим. И, причем, это уже не просто уровень блуда мужчины и женщины, а это гомосексуализм, это педофилия и все прочие вещи, на которые Бог не может смотреть и за которые Бог уничтожил подопотопное поколение. Поэтому, чтобы людей выводить с этих заблуждений, друзья, надо действовать. Если вы стесняетесь или там боитесь, что вот на канале, на котором, ну, не совсем он христианский, так скажем, так а при чем тут вообще христианский и не христианский? Давайте начнем с того, что христианство, это вообще непонятное слово, это, если на еврит его перевести, это что, машеханство или что? Это, ну, вообще слово, которое нигде не упоминается в Танахе. И к чему это вообще относится? Ну, это же не фамилия Христа. То есть, Иисус Христос, кто-то думает, что это имя и фамилия. На самом деле, это, ну, и близко не так. И христиане, это одно из непонятных для меня явлений вообще. Если эту религию рассматривать как отдельную, в отделении от иудаизма, ну, тогда вообще вопросов не будет. Но они же называют себя народом Божьим и при этом говорят, что их Бог, Бог Аврама, Исхака и Якова. А это, конечно, уже, ну, заставляет нас более предельно, более тщательно смотреть на то, что там происходит и показывать, что не всегда это народ Божий. А в большинстве случаев это далеко не народ Божий. А это те люди, которые идут по своим похотям и страстям и служат им, а не служат Богу. И так было, так есть и так будет на протяжении многих тысячелетий уже происходило. И я думаю, что этому всему приходит конец, потому что дальше уже предела нету, дальше уже рубикон, который человечество не сумеет перешагнуть. И поэтому в это время, которое осталось, да, мы, ну, те, кто живет по правде Божьей, кто живет, исполняя его заповеди, уставы, постановления вечные, кто имеет свидетельство Христово, то есть свидетельство помазания, те люди, которые вот понимают, в чем речь, они должны действовать. Действовать, действовать, действовать. А это наше оружие, это слово, это истина, это основание, которое заложено на твердом основании слова Божьего. И здесь, ну, нашим оружием является слово Божье. И мы должны ним показывать, разворачивать слово Божье, показывать, где они врут, где они заблуждаются. Так вот, одним из обманов, да, это есть попытка вот человека сделать триединым, как бы утверждая, что образ и подобие Божьего, и так значит, будет триедим. Эта Библия полностью опровергает, то есть Тора полностью опровергает эту теорию, и написано, что, если мы смотрим сейчас слово Божье, то написано, написано, и сформировал Вае и Цер, Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в него дыхание жизни, и стал человек душой живой. И здесь бы, как бы, нам интересно, в первую очередь, обратить внимание, почему я, ну, произнес это слово на иврите, на слово Вае и Цер, да, потому что Ва это И, а Ео и Цер нам надо, ну, более тщательно разобрать, для того, чтобы понять. Но, друзья, прежде, смотрите, что Бог сделал, сформировал из праха земного, и это есть одна душа, и вдохнул в дыхание жизни, это есть вторая душа. И сейчас мы будем разбирать, и вы увидите, что есть правда. Дни и Дени сказаны о чем-то третьем, ведь, ну, нету здесь третьего, и как бы мы ни хотели, чтобы оно было, его нет. Но для нас предоставляет интерес слово ЕЦР, сформировал, означает действие на его уровне ЕЦИРа, то есть формирование, создание проекта или матрицы. Это слово связано со словом ИАСАР, нравственное наставление, и со словом ИАШАР, прямой, ну, можно сказать, прямой путь. Действие ЕЦР такое формирование, которое в своих контурах направлено к определенной цели. Понимаете? Но посмотрите внимательно, если вы откроете Тору, не Библию Тору, и кто знает язык, посмотрите внимательно на это слово. Уникальный случай, и он в одном только месте, ну, есть это слово. Уникальный случай, он в этом стихе написано с двумя ЙОД, ИЦР. Вот так оно звучит на еврите, ну, с двумя буквами ЙОД впереди. Во всех других местах, где говорится о создании животных, и даже в следующем восьмом стихе, где еще раз упоминается о создании человека, везде это слово пишется с одним ЙОД. В отличие от животного, человек сформирован двумя началами. Он двуедин изначально. В нем есть начало формирования ЕЦР, идущий, как у животного, снизу от земли. И есть начало формирования ЕЦР, идущий сверху, от неба. Это-то и зафиксировано в начертании слова ЕЦР, то есть двумя буквами ЙОД. Каковы же эти два начала? Прошу прощения, друзья, жара у нас не спадает, не знаю, как у вас. По всей Украине идут дожди, у нас сухо. Ну да ладно. Одно начало формирования это Афар Минха Адам, из праха земного. Афар тонкий покров земли, его летучая часть, его прах. Первый ЕЦР человека из земли из Адама. Ну то есть из земли. Про другое начало формирования человека сказано так. Вае пах, беа пав, нишмат хаим. И вдохнул в его лицо дыхание жизни. Второе, идущее сверху, формирующее начало человека, это то дыхание жизни, которое Гошем Элахим вдохнул в его лицо. Дыхание Бога в человеке есть для него дыхание жизни. В человеке различимы два начала. Две души. Одна животная душа, нефиш, виводимая землею. И другая дыхание Бога, нишама, виводимая Богом. Нишама, божественная доля свыше в человеке. Нишама, она и исходит от Бога, и стала в человеке высшей душой, связывающей человека с Богом. Подлинная жизнь для человека, это жизнь нишама. Добро увеличивает эту жизнь, а зло уменьшает. То есть мы когда делаем добро, и это же написано и в книгах Нового Завета, где написано, что сеющий в дух пожнет жизнь вечную. То есть как это сеющий в дух? Ну может некоторые думают, что это читать там или молиться, ну как там в строках говорят, так они и думают. Но на самом деле, дело нишама, мы сеем в нишаму, или ну как написано в дух, хотя это не совсем корректная формулировка. Так вот, нишама, она взращивается на наших добрых делах. И хорошо запомните этот пунктик, потому что к нему мы еще вернемся. Дальше следуя и разбирая, ну то, что, ну, сегодняшний урок, продолжая. Ну, зло также увеличивает нефиш. И это тоже, ну, понятно, потому что написано, сеющий в плоть пожнет тление. Высшую душу человека нельзя не различить. Одна видна в человеческих глазах. Знаете, говорят, глаза это зеркало души человека. В его лице, которое выделяется тем, что в нем, в отличие от животного обличия, светится одухотворенность, вдуновение Божие, делающее человека человеком. Помните, когда Пилат, долго всматривая Свишуа, он сказал себе человек. Вот, понимаете, теперь о чем эти слова Пилата. Когда, ну, казалось бы, только что ты, ну, понятно, что перед тобой не обезьяна стоит. Что это за сей человек, ну, к чему это он. Но как раз все о том, что я только что говорил, оно было вешуа. И Пилат, который был очень тронким психологом, потому что быть начальником такого количества людей и при этом не быть психологом невозможно. Тебе надо на разных уровнях видеть людей, чтобы одних ставить начальствующими, другими подчиненными. И так дальше. Выстраивая вот эту иерархию или систематизируя, как говорят в церквях, от большего к меньшему. И так Пилат увидел вешуа не нефеша, он увидел нешаму. То есть лицо его светилось, глаза его были чисты и в нем явно читался человек Божий. Поэтому, глядя на него, он сказал, сей человек, удивительные слова, потому что о них очень много сказано. И этими словами он хотел сказать, я видел разных людей. Я видел людей с оскалом волка, я видел людей с хитростью лисы, с такой, знаете, ехидством лисы. И прочих таких разных людей я видел. Но это по-настоящему человек. Есть два слова обозначения лица в иврите. Язык различает лицо, обращенное к миру, по ним. И лицо, убирающее в себя мир, апа им. И о нем-то и говорится здесь. Апал. Нешама вдунуто в человека, обращенного вглубь себя и убирающего в себя мир. И стал человек ваиха адаман, душою живою. Ле нефеш хая. Хая – жизнь, нефеш душа. У животного есть нефеш хая тоже. Но живая душа, но человек, в отличие от животного, становится душой живой, становится душевно живым только после того, как его обращенное вглубь лицо вдунуто нешама. То есть, отсутствие нешамы делает человека мертвым. Вот еще какая интересная история. Живая душа человека от дыхания Бога. Без нешама человек перестает быть человеком, но не превращается в животное. Ну, мы говорим, да ты как скотина. Ну, то есть, понятно, что скотина – это животное. Но не надо обижать животных, потому что животное следует своему закону. И оно живет в рамках этого закона, ни больше, ни меньше. Поэтому, ну, говорить на творение, что оно, и сравнивать ее с человеком, который не имеет нешама – это оскорблять животное. Человек же без нешама – существо противозаконное и непутевое. Это уже не человек, мертвый душой и воплощающий зло. Так что жизнь человека не от земли, из которой он взят, а от дыхания Бога. Друзья, очень важно понимать, потому что, ну, много разговоров на этот счет ведется, о рождении свыше и все такое. Но вы понимаете, о чем идет речь сейчас. И когда Бог говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. О чем Бог тогда говорил? О каком духе? Естественно, что о нешаме. Человечество тогда опустилось и начало угождать своему плотскому Я и своей плотине, то есть низшей душе Нефеш. И нешама, она стала в пренебрежении у людей. А когда нешама уменьшается до, знаете, как вы помните, была такая хорошая шлигреневая шкура. По-моему, мы просто сам это написали. Так вот там был человек, который хотел покончить с самоубийством в жизни, но ему подошел другой человек и говорит, а что такое, ну, почему ты хочешь себя убить? Он говорит, ну, потому что у меня нет денег, он проиграл, он там в казино играл, любил в карты поиграть. В общем, он говорит, я проиграл все, и зачем мне жить? Он говорит, а хочешь я тебе продлежусь? Ну, он говорит, хоть никуда как? Он говорит, я тебе дам, ну, шлигреневая шкура, это ослиная шкура. И вот он говорит, вот я тебе дам ослиную шкуру, и она будет исполнять твои желания. Но любое твое желание, оно будет уменьшать ее, и она будет делаться все меньше и меньше. И, ну, в конец, когда она полностью исчезнет, ты умрешь. И вот он сначала обрадовался, потому что шкура росла, казалось ему большой, и он думал, вот это целую жизнь можно жить, удовлетворяя свои похотя. И он начал загадывать, она начала уменьшаться, но поскольку она большая, то поначалу это не сильно было заметно, а потом, когда она превратилась в маленький лоскуток, и когда он понял, что все, подходит смерть, а у него все есть. Вот как трудно людям, которые всю жизнь стяжали, строили дома, покупали вилы, самолеты и все остальное, как трудно им оставлять этот мир. Они цепляются за него, зубами угрызаются. Так вот, этот человек, он там начал употреблять наркотики, чтобы находиться во сне, потому что он заметил, что только он подумает что-то, вот бы сейчас попить холодной водички. И тут уже служанка с холодной водой стоит. А он же сам мог бы сходить, и шкура уменьшилась. И вот так он плачевно закончил свою жизнь. Друзья, нечто подобное происходит с теми, кто сеет в свой нефыж. Потому что он растет за счет уменьшения нэшана. И наоборот, нефыж – присущее сознание оторванности «я», от всего того, что не есть «я». То есть, это чисто такая эгоистическая позиция. Все, что не есть «я» для меня хорошо, все то мне не надо. То есть, должно быть вокруг меня то, что мне, я считаю, что мне оно делает хорошо. Такого сознания оторванности в нэшане, как центре «я» нету. Нэшама причастна к Богу. Сознает свою нераздельность с духовным миром и сама обитает в мире творения. Замысла Бога на уровне брея. Нэшама несет в себе замысел Бога на человека. Вот нельзя сказать, что два формирующих начала в человеке, два эцера, легко уживаются в человеке. И у нэшча человека есть чувство себя, свое чувство сознания жизни. И у нэшама есть чувство сознания «я». Каждый из этих начал желает блага себе и выстраивает ударение на себе. Их противостояние бывает и раздирает человека и всегда создает в нем ту напряженную душевную жизнь, ту внутреннюю борьбу с собой, в которой горит его дух, находящийся на службе Господа. Друзья, и часто мы, знаете, замечаем в себе некоторое борьбу, такое, борьбу постоянную. Ты хочешь одного, и Павел пишет. Бедный, бедный человек, кто избавит меня от этого тела, греховное. Потому что я то, что хочу, делаю, не делаю, а то, что не хочу, делаю. Вот это борьба нефиша и нэшана. И, естественно, что, помните, я говорил вначале, запомните вот эту фразу. Это есть рабочее напряжение, в котором растет и созревает плод. То, ради чего человек и сотворен. Так вот, друзья, невозможно. Нас всегда учили, что надо бороться с плохими своими качествами. И тогда ты будешь их побеждать. На самом деле, это полная, как бы, ну, не синихница. Потому что нам надо не бороться со своим злым началом. А приняв его таким, как оно есть, да, начинать делать добрые дела. Вот в чем наша задача. И тогда наша нэшама будет проявлять дела милосердия, сострадания, взращивать в себе веру, любовь. И тогда наша нэшама будет расти, а нефиш будет уменьшаться. И в этом есть и смысл жизни человеческой. В чью сторону ты сделаешь выбор. Вот в этом и заключается жизнь человека. Потому что мы выбираем между служением своим похотям и служением Богу. Когда ты служишь Богу, ты делаешь добро. Или свет Божий делает добро через тебя, правильно было бы сказать. Но когда ты ему не служишь, ты, естественно, что ты облагоражуешь свое плотское я, и это называешь служением Творцу. На самом деле, ты служишь сам себе, нэшама становится все меньше и меньше, и человек превращается в жалкое подобие человека. Беззаконного, вот такого легкомысленного, беспутного, который, ну, знаете, встречал такие формы, что, ну, вот такого падения, такое видит, встречал таких людей, от которых все родные, все близкие поотказывались, поубегали. И они продолжали думать, что у них все хорошо. То есть крайняя степень эгоизма, она отталкивает от тебя все хорошее, ну, и нормальные люди вот этого не могут вынести, они, им лучше убежать. Конечно, таким людям тоже надо помогать, и мы помогали и помогаем, но очень важно человека переключить в фокус, фокус с нефиша, с материального мира, потому что нефиш дан человеку для того, чтобы он поднимал материальный мир. И на фокус нишана, то есть духовного мира, чтобы он правильно расставил акценты в своей жизни, и начал делать дела, хэсэ, это милосердие, и стал теплом дня, как Авраам, для людей. Вот в чем заключается цель человеческой жизни, да, и похоже, что как тогда человек пренебрегал в допотопном поколении нишамы, так и сейчас. Люди говорят, что они сыны Божьи, но на самом деле мы видим, как людей по-настоящему светлых, по-настоящему чистых, становится все меньше и меньше. А вот это и подлости человеческой, вот такое, знаете, ехидство, вот такое лицемерие гибкости хребта, помните, как свежо предание, но верится с трудом, что те и славились, шея не сжигнулась. Так вот, таких времен сейчас, их становится все больше и больше. А тех, которые, ну, занимаются своей высшей душой, все меньше и меньше. Ну, вот то, с чем хотелось с вами поделиться. И, естественно, что вы видите, что ни о каком-то реединстве человека не идет речь. Да, у человека есть два начала. И это как два пути. Это, как Ишуа говорит, да будет у вас да, и будет нет. Все, что посредине, оно от лукавого. Поэтому невозможно, знаете, посредине где-то. Ты или идешь вверх, ты или ты идешь вниз. Ты или запутаешься в этот материальный мир, о котором сказано хорошо во втором послании, об этом состоянии. Второе послание Петра, сейчас я зачитаю и буду заканчивать. Не хочу сильно растягивать. Вот. Второе послание апостола Петра. Так, Иоанна, Иуды. Это уже ревно нам пришло. Так, секундочку, друзья. Прошу прощения, не сделал закладку. Ну, оно пришло сейчас мне наизусть, я не процитирую. И так, лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но в своем случае с ними случаются верные послойцы. После Песа возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. А до этого он говорит, ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя, опять запутываются в них и побеждаются ими, то спасление бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возродиться назад от преданной им святой заповеди. То есть, люди, едва оставшие от вещественных начал мира, опять возвращаются туда. И, ну, и понятно, сегодня, сейчас, после этого урока, я думаю, вам понятно, о чем там идет речь. Хорошо, буду заканчивать, друзья. Благословения вам. Спасибо всем за поддержку. Спасибо всем, кто поддержит канал, и кто поддерживает нас и духовно, и материально, потому что мы нуждаемся в этой поддержке. И, ну, я этого не скрывал и не скрываю. Потому что мы, ну, мы так живем, и мы не свои, и у нас ничего своего нет. Если оно и есть, то знаете, как принято считать, по истине, только то твое, что ты отдал другому. Потому что вот это по-настоящему твое. А все, что ты считаешь твоим, там, дом, машина, если ты к нему прилепился, то это не твое. В одну секунду его может не стать. Вот так просто раз и не стало. И все. И никакое это не твое. Но то, что ты отдал, пожертвовал, ну, для блага ближнего твоего, или спасая друга твоего, вот это по-настоящему твое. Потому что там, на небесах, оно сложено в твой небесный актив. Хорошо. Всего вам самого лучшего, друзья. И изучаем истину, распространяем истину, и утверждаемся в истине. Шалом, до новых встреч, всего хорошего. Аминь.